Ну а сейчас давайте узнаем первые версии следователей. С нами на связи Олег Решетняк. Олег, я тебя приветствую. Что тебе удалось выяснить к этому часу? Добрый вечер, Алексей. Вокруг убийства полковника СБУ Александра Харабирюша пока больше вопросов, чем ответов. В данный момент уже называют много версий и правоохранители, и блогеры, и журналисты. Но сначала хотелось бы рассказать, что это был за человек. В военных кругах его называли Саша Хара. Саша Хара в добровольческих батальонах Харабирюша уважали и отмечали, что он всегда был предан Украине. Среди добровольцев про него ходят легендарные истории. Дескать, когда Харабирюш приезжал на передовую, то по ту сторону линии разграничения в рации в панике кричали. Ах, тунг, у окопов украинцев появился Хара на танке. Ну вот так же хотел сказать, убитый Харабирюш для Донбасса был фигурой знаковой. По нашим источникам в военных кругах о нем говорят, как о личности весьма авторитетной. Уже понятно, что взрыв в центре Мариуполя будет иметь политическую подоплеку. И кто все-таки причастен к этому убийству, будет выяснять следствие. Глава МВД Донецкой области Вячеслав Аброський на своей странице в фейсбуке уже назвал предположительную версию следствия. За взрывом и убийством Харабирюша стоит диверсионная группа, так называемой ДНР. Других официальных версий пока не озвучивали. Эксперты сейчас спорят о том, был ли это единичный случай, или это новый подход в гибридной войне, когда ликвидируются высокопоставленные военные или силовики. До сегодняшнего дня подобные случаи происходили только на территории Ордлоа. Там, напомню, зачистили фактически всю первую волну лидеров боевиков. Студия. Спасибо, коллега. Олег Решетняк был на прямой связи со студией.